Валерий Леонтьев Реконструктор и исторические бои. Десятый чемпионат мира по рыцарским боям «Битва наций-2019». Да, и вот у нас в полном составе, да, прекрасно. Роман Баранас, многократный золотой призер чемпионата мира «Битва наций», тренер-инструктор высшей школы исторических средневековых боев Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Степан Пименов, член молодежной сборной России по историческим средневековым боям, боец клуба «Русский орден», топовый боец Лиги профессиональных средневековых боев WMFC. И Наталья Шестакова, арт-директор Лиги профессиональных средневековых боев WMFC, главный редактор журнала «Прочитай ты», у меня произношение не очень. «Медиевал спорт» средневековья. Я знаю, что это значит, но я не знаю, как это произносить. Слушайте, было бы, конечно, круто, если вы пришли в доспехах, в кровищи и вот... У них нету кровищи, но что-то... Надо ходить на эти соревнования, чтобы... Ну, хотя бы на показательных выступлениях. А, кстати, у вас используется на показательных выступлениях бутафорская какая-то кровь или что-то похожее? Нет, такого мы не применяем, но доспехи с собой некоторые элементы взяли. А, вот. Отлично. Так, давайте с главного. Со 2 по 5 мая в Сербии пройдет этот самый 10-й чемпионат мира по рыцарским боям. Мы о нем уже немножко слышали, и мы слышали о том, что, да, производились отборочные соревнования от России на этот чемпионат. Ну, вот расскажите, пожалуйста, вообще место вот этого чемпионата, это самое главное спортивное событие? Это как Олимпиада? Как что это? Пожалуйста. Да, совершенно верно. Это битва нации, называется мероприятие. Мероприятие это международный чемпионат, к которому готовятся в течение всего года и отборы. И тут в течение всего года по всему миру. Это очень важное событие, на котором, собственно, выступают лучшие из лучших. Если мы занимаем первое место, а мы занимаем первое место, я сейчас об этом поговорим, то это значит, что... Что это для нас значит? Победа на этом чемпионате? Ну, это как Олимпиада. Вот что значит победа в Олимпиаде, вот в мире? То же самое в историческом средневековом бою, это Олимпиада. Это как получить Олимпийское золото. Это надолго этот титул останется? До следующей битвы нации. А следующая битва... Каждый год? Вот теперь будет раз в два года проходить. Хорошо. Ребята, подключайтесь к разговору. Вот вы участники будущих соревнований? Да, мы участники... Ну, я конкретно выступаю за сборную России. В какой категории? В разных категориях, 5 на 5. В этом году будет 12 на 12, 30 на 30. И самая интересная номинация, самая такая, о которой сейчас все говорят, это 150 на 150. То есть вы будете участвовать во всех командных боях, да, получается? Ну, да, я буду во всех участвовать. Это будет достаточно сложно, но как бы... Орехов, подожди, ты должен закричать сейчас. 150 на 150. Как? Как, черт побери. Я ждал, пока вы закричали. Этого крика ожидали? Да. Знаете, я просто, в отличие от моего коллеги, немножечко подкован. Я помню прошлый ваш визит, ну, так сказать, представитель этих средневековых боев. Я уже помню, что... Нет, у нас, по-моему, было максимум 21 на 21. Дай слово Роману, пожалуйста. Все верно. Была номинация 21 на 21, но сделали сейчас для тех команд, которые не могут собрать большой состав, сделали номинацию 12 на 12. 21 на 21 упразднили, сделали 30 на 30, также для тех команд, которые могут привести больше 21 человека, да. И также сделали 150 на 150, то есть под Харугви можно объединить несколько стран и выступать уже в составе нескольких стран, ну, и биться уже с такой... Собрать объединенную армию. А вы сказали, а вот прозвучало слово мы, слова мы собрали, то есть Россия устанавливает правила, вот как это... Ну, мы собрали... Ну, отменили одну номинацию, ввели другую номинацию, и прозвучало, что мы. Кто это мы? Ну, я занимаюсь средневековыми боями, ну, и какую-то изюминку тоже вкладываю в это дело общее, да. Каждый из нас это делает, поэтому, ну, благодаря тому, что мы постоянно общаемся с руководством, все видят, что давно уже назрела массовость, да, уже давно все хотят это увидеть, и, собственно, поэтому сделали такую номинацию. Скажите, как происходит судейство и выяснение? Ну, давай спросим, Степан сидит, понятное дело, что член молодежной сборной, но все-таки молодым везде у нас дорога. Степан, во-первых, вы участник будущих боев? Вы имеете в виду про битву наций? Битву наций, да. Ну, вроде бы я отобрался в сборную, но пока непонятно, в каких номинациях это выяснится позже. Он скромничает его, да, он в сборной Российской Федерации, первый раз в этом году будет участвовать, поэтому, да, это новая звезда. Тогда мы поздравляем вас, да. Спасибо. Ну, давай вот этот вопрос, как происходит судейство, тебя интересует 150, да, вот это массовое рубило? Да, 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 вот в этом массовом сражении, как вам выяснить, кто победил? Ну, правила вряд ли будут отличаться от стандартных правил исторических средневековых боев, где человек считается, ну, боец выбывшим из соревновательной части, когда он потерял равновесие или ступил на землю тремя точками опоры, будь то колено, будь то рука, то есть, ну, или просто упал, вот. Степан, а, кстати, ваш вид оружия, вот вы с чем выйдете на ресталище и роман ваш тоже излюбленный? А я свое оружие принес с собой, показать могу, вот. Конечно. Пожалуйста. Мы любим. Так вот, европейский меч, фальшон называется. Ага. У него заточенная одна сторона? Ничего там не заточено. Заточенного здесь, конечно, ничего вы не увидите. Ну, если бы это был настоящий меч, то... По локационной такой вопрос был. Хорошо. А Степан, ваше оружие? Мое оружие практически идентично оружию Романа, вот. Также Роман использует маленький щит, баклер. Можешь показать. Вот, это щит Романа. Я же, в свою очередь, использую щит побольше, который называется Тарч. Ого! А вот это... Так, знаете, я хочу спросить, Наталья, как арт-директор, вот это ведь явно не историческая какая-то такая символика, которая была на щите у Степана. Почему? Почему нет? Это исторически... Никак нет, это вполне себе историческая облачная символика, да. Чьё это? А чьё это? Смотрите, череп означает голову Адама, которая, в принципе, является символом историческим, который использовался в различных надгробиях исторических, то есть достаточно старый символ, который мой клуб использует в качестве герба по причине... Ну, данный символ всегда был символом отсутствия страха перед соперником, вот, и поэтому мы используем этот именно символ. Так, слушайте, подожди, Орехов, ты мне не дал выяснить, 150 на 150, как это? Во-первых, давайте разберёмся, где всё это происходит, вот, само место сражения, это сразу выходит в 300 человек? Тогда где это? Будет происходить битвенация в Сербии, крепость, древнейшая крепость, очень красивое место, и там действительно будет огромнейшее поле, на котором сойдутся армии, 150 на 150. Ну, то есть не в самой крепости, а всё-таки это будет... Рядом, рядом, не в самой, крепость сама не переживёт. Значит, нужен огромный судейский корпус, наверное, да, чтобы оценивать, сколько на поле будет, там ведь не судьи, как-то по-другому они называются, да? Маршалы. Маршалы, да. Сколько их должно быть на такую массу людей? Мальчики помогают. Роман? Целая армия. Армия будет третья, да. Ещё 150 человек. Слушайте, хорошо, насколько высока вероятность маршалу получить в этой мясорубке? У нас маршалы очень шустрые, они настолько опытные, вы не представляете, то есть у нас и рефери, и маршалы, они максимально шустрые и максимально юркие, потому что они знают, что наши мальчики, они очень хорошие, мы их очень любим, но когда они в шлеме, они не совсем могут сориентироваться, что перед ним маршал, а не противник. В связи с этим маршалы прекрасно это понимают. Это как, знаете, как с машиной и с пешеходом. В машине остановиться очень сложно, пешеходу легко, вот, собственно, такая же ситуация. То есть по маршалу невозможно попасть, видимо, такое качество должно быть. Подождите, 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 что когда человек, участник битвы касается тремя точками земли, что с ним должно произойти дальше? Он уходит сам, его уводит маршал, как это всё происходит? Или он лежит там, где коснулся, для красоты. Смотрите, если речь идёт, например, о 150 на 150, понятно, что там очень сложно следить за людьми, которые будут ложиться там или встанут, или ещё что-то подобное будет происходить. Всё, конечно же, на честность, на справедливость тех людей, тех спортсменов, которые, собственно, принимают в этом участие. — Честь. — То есть, да, представьте количество просто народа, да, 150 человек с одной стороны, 150 с другой, все доспешены. Это просто нереальное количество людей, да, и маршалам просто в середину, например, да, невозможно пройти, ну, посмотреть, что там происходит. Они снаружи будут наблюдать и остановить кого-то просто невозможно. — Хорошо, скажите, а сколько по времени вот такой бой может длиться? — Да. — Ну, в зависимости от подготовки команд, какие будут страны участвовать в определённых сходах, ну, насколько подготовлены спортсмены из команды? — Ну, так вот, в принципе. — В принципе, от, там, трёх до семи минут, я думаю, максимум. — То есть, минута, то есть, всё измеряется минутами. — И побеждает команда по какому принципу? Где больше живых осталось? — Да, кто больше людей останется состоять. — Наталья, вот, знаете, вопрос к женщине, вот, всё-таки как-то вы отвечаете за красоту, а 150, ну, мы берём вот этот самый экстремальный вид соревнований, 150 из разных клубов, у всех свои доспехи, у всех свои символы, а вроде как надо какое-то единообразие. Каким образом это будет достигаться и будет ли достигаться? — Вы знаете, на данный момент у нас очень хорошо работает аутентичный комитет, и у нас все доспехи доведены до именно исторических аналогов, поэтому это будет очень красиво смотреться. — Ну, цвета и всё-таки ведь... — Многообразие, это как раз их многообразие, наоборот, сыграет нам на руку, потому что это будет действительно очень зрелищно. — Как они будут понимать, где противника, где свои? — Не забывайте, что у каждой сборной есть своя кота. Кота — это одежда, которая надевается сверху доспеха. — Накидка такая сверху доспеха. — А, то есть это сверху доспеха, да? — Хорошо. — У каждой сборной она своя, то есть у нас белая, там, у определенной стороны она красная, желтая. — Роман, вы скажите, вот как это, потому что 12 на 12, тем более 5 на 5, но тут всё-таки всё равно решается какими-то личными качествами. А 150 нужна какая-то тактика, стратегия разделения ролей. Как это всё тренируется, как это всё решается, или это вот прям непосредственно перед боем, там как-то кто-то главный говорит, кто куда бежит, кто как действует, и на личном опыте всё и случается? — Ну, конечно, мы готовимся, готовимся... — Бывают какие-то такие хитрые тактические задумки, знаете, как... — Рома, не рассказывай. — Нет, просто да или нет, вот так вот скажем. — Они, конечно, есть, определённая тактика, кому как двигаться, где кто должен стоять, кто как должен наносить удары, в какую часть и так далее, и так далее. Мы это всё обязательно проигрываем на своих сборах, у нас будут скоро сборы сборной России в Петербурге, поэтому мы собираемся и постоянно отрабатываем взаимодействие. — А иерархия, вот кто отдаёт команды и... — Есть командиры, не знаю, генералы. — Конечно, у нас есть капитан, капитан сборной, он непосредственно отдаёт указания определённым руководителям. — Он там находится на ресталище, то есть он на поле боя, или он... — У нас капитан и боец, и в то же время всем командует. — То есть он стоит где-то сзади и отдаёт распоряжение и видит картина? — Нет, 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 это именно боевые капитаны. — Перед боем все, в принципе, уже знают, где кто находится, мы выходим уже, все занимают свои позиции, и все знают, что будет происходить. — Понятно. — Главное занять тот фланг, который нам сказали. — Имеет смысл вырубить капитана, чтобы быстрее победить? — Абсолютно нет, все знают, что нужно делать. Во время боя никто не смотрит на капитана, все прекрасно знают, что делают. — И все знают нашего капитана, поэтому не рискуют просто. — Он страшный? — Нет, он хороший, но он грозный. — Понятно, как минимум это сложно сделать, он достаточно сильный. — Степан, скажите, вот путь, как вы начали заниматься историческим фиксованием? — И стали топовым бойцом в итоге. — Это до сборной России. Сколько времени это заняло, насколько это сложно, и сколько человек вы обошли? — Ну, мой путь занял два года в конечном итоге. Начал заниматься я как раз в апреле 2017 года, именно историческими средневековыми боями, и поехал на первое мероприятие. Честно сказать, пота, крови заняло это очень много. — Крови все-таки, все-таки была кровь, да? — Ну, на тренировках всякое же может случиться. Собственно говоря, когда меня спрашивают, я всегда говорю, что если ты хочешь чего-то добиться, если ты стремишься, то в конечном итоге, если приложить к этому достаточное количество усилий и потратить достаточное количество времени, то все всегда получится. — Перед занятием историческим и средневековым боем вы каким видом спорта занимались? То есть базовая подготовка какая-то есть? — Базовой подготовки нету, кроме посещения спортивного зала. — Вот из вопроса с чата. Есть ли у бойцов вооруженность? Все-таки вот застегнуть все эти ремешки, все это таскать, или боец сам обходится? Или какая-то взаимопомощь? Как это у вас все устроит? — Ну, обычно у команды, например, команда 5 на 5, есть такой человек, как саппорт, который у нас называется таким словом, помощник, грубо говоря. Это помочь починиться экстренно, принести запасное оружие, выдать оружие при потере его на ресталище. У нас все-таки все бойцы люди самостоятельные и носят свое снаряжение сами. — Механик, значит. — Механик. — Да, не механик. — На самом деле, просто друг другу помогаем, кому-то застегнуть ремешок, кому-то еще что-то. Мы просто друг другу встали, помогли и пошли, все. — Хорошо, у вас на столе есть артефакты. Расскажите, пожалуйста, шлем мы видим, да? — Да, что это? — Щиты мы уже видели, мечи тоже, а вот шлем, это чей, ваш? — Да, это мой шлем. Бацинет, моего ласкового бацик называем. Мы любим, да, свою экипировку. Я его поднимать не буду, он слишком тяжелый. — Вот это вот хорошее, я его подниму. Слишком тяжелый для того, чтобы поднимать, а нормально для того, чтобы носить. — Сколько штука весит эта? — Мало того, что носить, надо еще биться в нем. Она весит 6,5 килограмма. — Нормально. Я, кстати, да, мерил как-то подобную штуку, это тяжело. — А там внутри есть какой-то подшлемник, который как-то хотя бы амортизирует удар? — Да, как все устроено. — Есть подшлемник, есть парашют также, если видно, подшлемник. Есть также парашют, который одевается еще сверху, и, в принципе, достаточно нормально. — А ведь в Сербии будет, я просто видел вашу экипировку, это все стеганая одежда, это вот железо, вот там подшлемник, будь здоров, такая конкретная стеганая шапка, по большому счету. — А ведь в Сербии, я так понимаю, будет жарко. Вот как в этом во всем биться, вот на теплом майском, балканском солнышке? — Ну, май месяц, ну, как бы еще достаточно... — Ну, хорошо, ну ладно, может быть, со второго по пятый будет не так жарко, но ведь и летом же как раз самые бои, мне кажется. Вот как в этом во всем летом вообще существовать? — Да, летом у нас бывают чемпионаты, вот в Испании проходил в июне месяце. — Вот. — Очень тяжело, но как бы стараемся преодолевать препятствия такие... Да, некоторые команды, которые еще, ну, как бы уровень не настолько сильный, теряют сознание некоторые, да. — А, то есть просто даже во время боя или даже, может быть, кто-то не доходит? — Ну, даже не доходит бывает, да. — Скажите, пожалуйста, все-таки, чтобы быть успешным в этом виде спорта, а это вид спорта, какая подготовка предпочтительная? Ведь люди приходят не только из тренажерных залов, а из других видов спорта. Вот. У кого фора перед остальными? — Ну, в любом случае, все спортсмены, которые чего-то достигли в любых других видах спорта, будь то бокс, кикбоксинг, тайский боксинг... — Ну, все-таки единоборство, да? — Единоборство, конечно. Они, в любом случае, преуспеют в этом виде спорта. Достаточно сложно прийти и с ноля начинать средневековым боем заниматься, если нету какой-то физической подготовки, это сложно будет. — А насколько часто бывает, что бой переходит просто в кулачный, когда обезоруживают противника и вот просто начинают смесил его? — Какое может быть железо, по правилам? — По правилам, если человек остался без оружия, он не имеет права продолжать бой, он должен идти за запасным оружием в другой конец ресталища, где стоит его... — А его подождут в это время? Ну, в смысле, его пустят туда? — Ну, желательно не пускать. Его будут бить, его будут пытаться свалить на землю, поэтому... А он не может в то же время не принимать... — А, безоружно это... — Ответить не может. Наталья, вот тут картинки такие красивые, роль женщины, но вот кроме... Вот знаете, не про спортсменок сейчас, не про женщин, бойцов. — Вот там, кстати, была сборная наша в Белых Котов. Вот она, наша сборная в Белых Котов. — Вот, красиво. Но там самая первая фотография — это были вы в платье. — Да. — Да, ведь правильно? Такое красивое. Любая девушка будет мечтать о таком платье. Вы вот когда готовите какую-то, шьёте какую-то одежду, вы тоже под какую-то конкретную эпоху какие-то... — Да. Да, то есть организаторы... — У меня сейчас Швейцария, 14-15 век. — Именно Швейцария. Она чем-то отличается от Баварии, да? — Чем она вам мила? — Ну, вот мне нравится икро, и потом, собственно, в основном все мои хорошие знакомые тоже занимаются непосредственно Швейцарией. Вот, поэтому до этого вот вы видели платье, это была Италия, 15-й век, а вот сейчас будет в этом году Швейцария, пока её никто не видел. — О, это круто. — Хорошо. Для девочек это просто кладище. — А вы скажите, ну вот всё-таки вот средневековые платья, они такие больше закрытые, правильно? — Не всегда, я вам хочу сказать, да, декольте всегда рулят. — Всё-таки есть, да? Если есть чем похвастаться, то можно, да? Не ограничить. — И так, и всё-таки непосредственно в битве нации участие женщин в качестве спортсменок. — Девочки, да, будут сражаться, у них будет номинация 5 на 5, и все против всех, и также они выйдут у нас в профбоях. — Кстати, Роман у нас тренер женской российской сборной, правильно я говорю? — Да, и он как раз ведёт их к золоту ещё вновь. — Роман, сложно готовить девушек, я понимаю, что я их немножко видел, они, кстати, более, по-моему, активные зачастую, чем мужчины. — Агрессивные. — Не агрессивные, а активные. — А вот, ну вот в чём сложность, то, что унять или том, чтобы мотивировать к действиям? — Знаете, когда я начал заниматься этим видом спорта, я был уверен, что это, ну, самый жёсткий вид спорта, который я только видел. Но когда пришли в него женщины и начали биться, я просто был в шоке. Они реально очень круто бьются, иногда даже не уступают ребятам, которые... — Ну вот их как-то надо сдерживать, что ли, да, чтобы, потому что, так сказать, хитрость, тактика, какая-то вот экономия сил, или всё-таки вот уже невозможно это сделать? — Ну, сдерживать их, наверное, не нужно, пускай делают, что хотят. — Да, главное вот это не подходить к этому. — Немножко корректировать просто нужно их действия. Так, в принципе, они очень хорошо обучаются и хорошие успехи показывают. — А, ну, существуют ли какие-то технические различия, какие-то приёмы, которые именно женщине позволяют победить? — Или мужские приёмы, недоступные женщинам, да. — Ну, единственный момент — они чуть быстрее устают. А все остальные приёмы, которые они используют, то ровно такие же, как и мужчины. — А, я уже не помню, мы каждый раз задаем этот вопрос, но ответ у меня почему-то не задерживается в голове. И ещё раз хочу спросить, практикуется ли на тренировках поединка между мужчинами и женщинами? — Нет, ни в коем случае такого у нас нет. — Чтобы не опозорить мужчину случайно? — Нет, ну, просто это, ну, некорректно. Девушка против мужчины. — Ну, я не знаю, например, три девушки против мужчины? — А, наоборот. Если в джиу-джитс, например, посмотреть, то там это практикуется. Ну, в качестве тренировки, не на соревнованиях, конечно. — В джиу-джитсу больше борьба, а у нас всё-таки и ударная часть присутствует, поэтому девушка не выдержит, просто мужчина, который будет бить. — Да, логично. Это очень образованно. — Вопрос такой. Вот вокруг, вот мы смотрим сейчас фотографии, и всё очень красиво, очень эффектно, очень интересно. Наталья, вот какой процент людей, которые вовлечены в эту культуру, да, вот, интересуются, но, например, непосредственно боями не занимаются? Вот, ну, их интересует, например, просто там реконструкция одежды, ещё каких-нибудь вещей, я не знаю, изготовление оружия. Вот во сколько всего людей вовлечено в процентных отношениях, может быть, с самими бойцами? — Ну, прям в процентных трудно сказать. — Ну, приблизительно. — Много, много, действительно много, потому что это присутствуют не только же бои, мы показываем и жизнь. То есть это военный лагерь, это ярмарка, это интерактивы, это музыка, это средневековые барды. То есть это совершенно огромная вселенная, которая живёт своей собственной жизнью. И, соответственно, это и люди, которые показывают быт, люди, которые показывают ремёсла, девушки, естественно, которые показывают наряды, и не только наряды. — И себя, в конце концов. — Конечно. И, соответственно, кузнецы, они, конечно, кто-то бьётся, кто-то нет. Тут по-разному. Они больше помогают ребятам чинить доспехи. — Лучше не попадать на кузнеца, мне кажется. А скажите, знаете, вот это всё очень интересный такой досуг, причём довольно дорогостоящий. Но всё-таки это можно превратить ещё и какое-то средство заработка. Ну, кузнецы, по крайней мере, люди, которые делают доспехи, явно это всё-таки профессионалы, которые этим зарабатывают. Вот ещё какие-то вот варианты, когда можно реально извлекать и материальную выгоду, и своего увлечения. — Ну, знаете, могу сказать, что человек, который превратил своё хобби в своё дело жизни, это счастливые люди. Вот мне кажется, мы счастливые люди, потому что... — Да, вам можно позавидовать. — Да, мы занимаемся как раз продвижением движения вперёд, то есть, да, чтобы исторические средневековые бои, да, как бы сказать, ну, забоёвывали новые горизонты. — И последний вопрос, вот если говорить о битве наций со 2 по 5 в Сербии, туристы, вот есть ли какая-то, я не знаю, группа туристов, фанаты, болельщики, которые приедут? — И приглашаете ли вы людей тоже? — В этом году специально впервые сделаны даже фантуры на битву наций, когда прям специально продумано всё для наших фанатов, потому что фанаты — это важно, фанаты — это поддержка, которые скандируют, кричат, болеют, это всегда эмоции, и это очень поддерживает бойцов, я думаю, ребятам и не дадут соврать. — То есть у вас есть пакет для тех, кто хочет поехать в качестве болельщика? — Да, на сайте можно найти информацию в качестве болельщика вплоть до размещения. — А сайт как называется тогда? — А так прям можно ввести битву наций. — Места ещё есть? — Я думаю, да, но если что, мы что-нибудь придумаем. — Для вас найдём. — Да, для вас найдём. — Для тебя найдут место в третьем ряду в 150 на 150. — Мне два места, пожалуйста. — Мы дадим вам алебарду, и будет всё хорошо. — Нормально. — Да, они их последних достают. — Подлиннее. — Подлиннее, чтобы из-за забора. Спасибо большое нашим гостям, мы желаем удачи нашей сборной на битве наций 2019. — Да, и дорогие зрители, мы призываем вас по возможности поехать, конечно, лучше всего, если нет, то смотреть в трансляции со 2 по 5 мая в Сербии чемпионат мира по рыцарским боям битва наций 2019, уже 10-й юбилейный чемпионат мира. Мне запомнилось вот больше всего, что номинации «Когда женщины» участвуют в номинации «Все против всех». Уже ради одного этого стоит. — Мы благодарим наших гостей. Роман Баранас, многократный золотой призёр чемпионата мира «Битва наций», тренер-инструктор высшей школы исторических средневековых боёв Москвы. Степан Пименов, член молодёжной сборной России по историческим средневековым боям, боец клуба «Русский орден», топовый боец Лиги профессиональных средневековых боёв «ВМФС». — И Наталья Шестакова, арт-директор Лиги профессиональных средневековых боёв «ВМФС», главный редактор журнала «Медиевал Спорт». — Спасибо большое. — Удачи вам, да. — Желаем вам победить, порвать, поедите и порвите всех там, сделайте это красиво, желательно без травм, ну что, мысленно с вами. — Да. И движемся дальше. — Да. — Субтитры подогнал «Симон»!